Масленицу Добро пожаловать на Масленицу! Масленица знаменует окончание зимы и приход весны. Блиница, прожорная неделя, целовальница, молочница – все это разные названия Масленицы. В народе Масленица всегда была очень веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить в горькой беде и худо кончить. Масленица Нужно сказать, что в Сибири этот праздник празднуется всеми народами. И любят его. Все население нашей территории приходит праздновать абсолютно все, независимо от народа и вероисповедания. А всего проживают у нас около 150 народов на территории сибирского региона. В Тюмень, в Тюменский регион, этот праздник был привезен 4 века назад. И праздновали его древние славяне. До сих пор этот праздник является ярким, шумным, веселым, является проводами зимы и встречей весны. Этот праздник был привезен первыми поселенцами из России в Сибирь еще 4 века назад. Сопровождается этот праздник до сих пор очень широкими гуляниями. И обязательно в этот день, и не в один день, а целую неделю накануне Масленицы, накануне последнего ее дня воскресенья, обязательно пекутся блины. Непременным атрибутом Масленицы являлось традиционное блюдо – блины. Блины символизировали собой солнце. Солнцу, приходу солнца радовались люди и провожали зиму. Основа для блинов является довольно простой и состоит из муки, яиц, сахара, соли, молока или воды, растительного или сливочного масла. Основные правила приготовления основы для блинов. При приготовлении основы для блинов используется мука. Муку рекомендуется просеивать для насыщения ее воздухом. Мука используется для приготовления блинов разная. Может быть пшеничная, ржаная, овсяная, нутовая. Абсолютно разные виды. Но нужно сказать, что все виды муки имеют одинаковую калорийность примерно и одинаковый гликемический индекс. Но в Сибири традиционно использовалась пшеничная мука или крупянка, так ее называли. По-нашему сейчас это мука высшего сорта. Яйца добавляются в сыром виде, предварительно взбихи в поддельной таре. По вкусу добавляется соль и сахар. В зависимости от предпочтений. В качестве жидкой составляющей основы для блинов имеется три варианта. Только молоко, тогда блины будут румяными. Только вода, тогда блины получатся более бледными и пресными. Смесь молока и воды. Центр блинов получается румяный, а их края более хрустящими. Жидкая основа должна добавляться теплой. В избежание пригорания блинов на сковороде в основу добавляется небольшое количество растительного или растопленного сливочного масла. Масло добавляют в основу в самую последнюю очередь перед жаркой. Идеальная консистенция для блинов должна по плотности напоминать кефир. Блины жарятся на хорошо разогретой сковородке на медленном огне и обжариваются по 1-2 минуты с каждой стороны. А чтобы блины получались ровными, одинакового размера, в качестве дозатора, чаще всего используется обычный кухонный паломник. Нужно сказать, что в Сибири традиционно в качестве начинки использовали весные ягоды, сметану, мед и использовали щучью икру. С точки зрения правильного питания блины не являются диетическим блюдом. Нужно сказать, что блины – это блюдо праздника. Масленица сегодня в Сибири – традиционный, многовековой праздник, который сохраняется в культуре нашего народа. Масленица на сегодня – это праздник, связанный с весельем, с общением, с активностью, с движением, который связан в то же время и с вкусной едой, с блинами, с хорошим аппетитом. И на сегодня – это праздник счастья, мира и прощения.